Привет, мои дорогие! За последнее время таких помоек и насмотрелось, и все благодаря вот той истории, которую я обещала продолжать. Это машина отечественная за 1000 евро. Ну, это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Зачастую там иногда удавалось снимать, зачастую не удавалось. Попросила я одного из своих коллег, Тимура Давыдова, вы его видели уже не один раз, он эксперт-криминалист, посмотреть, попытаться по объявлениям найти то, что он считает более-менее нормальным автомобилем. Поехали, посмотрели, вы знаете, как это неудивительно, мы действительно увидели более-менее нормальную машину. Да, ей 16 лет, да, она стоит 80 тысяч рублей, и хотеть от нее Мерседеса глупо, хотеть от нее даже состояние иномарки 16-летней, тоже глупо. Но, в принципе, эту машину можно взять и на ней ездить, и чинить ее там в среднем хотя бы раз в месяц. И при этом, заметьте, что очень важно, чинить ее недорого. Вот мы поехали ее с Тимуром смотреть, и главное, что по результатам этого просмотра, он был достаточно давно, там недели две назад, наверное, я отправила ссылку одному из своих подписчиков, который просил, если увидишь что-то нормальное, кинь мне ссылку, и, представляете, он купил эту машину. Очень приятно получилась польза в два конца. Так что смотрите, вот какие они бывают, они бывают, сразу скажу, вот в таком состоянии, крайне редко. А в дальнейшем покажу вам еще немного помоечек за эти деньги в других выпусках. Здравствуйте. Смотрите, мы под водителя выбираем цветы возить. Я ее взял, я вижу, вот этот вот пластик был у него сломан. Ага. Единственное, я пластик поставил такой. А это из числа таких визуальных моментов. Сразу заведите, послушаем, что с мотором. Чуть-чуть пробито реально. Я думаю, скорее всего, да. Потому что они не заморачиваются по таким вещам. Я просто смотрю, для 2000-го года, а 2000-го, да? Да, 2000-го. Ну, а этот... Как-то выглядит очень бодро. Неплохо, да. Она выглядит действительно бодро. У меня был, походу, хороший антикорп, потому что я когда тонировку делал, я ее было не тонирование не все. Но когда антикорп, точнее, тонировку делал, там на плеке все антикорп... Пыл одуванчик, думаете, не крутил? Я думаю, нет. У него в семье нет, потому что машин с кучом не крутил. Пройдешь с толщиномером? Когда я на ней резину менял, он говорит, что она долго стоять. Ага. Слушайте, а что с крылом вот здесь вот это подкрашивали? Капотом, это я тоже глаза на это закрыл, когда брал, ее рихтовально, я открыл, посмотреть, металл живой-неживой, то есть металл здесь нормально металл. А, тут шпаклевали, да, я вижу, по толщиномеру тут шпаклевали? Да, я тоже заморачиваться не стал, они не подкрашивают ничего. Единственное, я подкрасил у него, оставался, флакончик как лаковой, подкрашивал вот эти вот шарапинки, маленький флакончик с кисточкой. А это, ну, газовый подпор, он уже все, стойки, да, я вижу. Они уже померли с годами. А документы есть какие-нибудь у вас с собой хоть посмотреть? Как коробка, живая? Коробка все хорошо. Нормально включаются, да? Ничего, машина идет мягко. Техосмотр я делать не стал, точнее, техосмотр я сделал, страховку я делать не стал. Она сейчас без осады, да? Техосмотр я делал без осады, да. Смотри, реально два хозяина. Я с... Смежим ПТС. Я таких ПТС в туалет уже не видел. Я таких ПТС-ов у машин, там, 2010 года не видел таких новых и прекрасных. Слушай, у них... Может, у него что-то упало? У него косметика, причем без потлевки. Чистое обновление было? Нет, скорее всего, сугроб упало. Нет, ничего упало, наверное. Надо просто найти это место. Я просто думаю, не знаю, резинки. А, вот здесь. Либо он с багажником вам отдал или это вы что-то? У него, может, с багажника что-то упало, а может быть сверху. Да, бывает, знаете. Или я уже на меру ничего не видел. Да, и он пока... Не работает, да, ручки дверей? Нет, дверь закрытся. А-а-а. Она шоу печать открывается. Ах ты, тихо. И тугая, она не разработана. Ага. Смотри, посмотри, там... Слушай, она, короче... То есть, что мне понравилось? Вся целая? Крашена крыша, менена крыло правая. И вот, видимо, из-за этого вот... Удар был небольшой, капотчик поклел. Капот, как у него сын сказал, в кого-то он залез. И все, ну, соответственно, вот уголок отрифтовали, поменяли крыло, и крыша, видимо, что-то упала, потому что на ней... Она вся целая? Она вся целая, да. Посмотри по днищу, мне кажется, живая она по днищу вообще. Теперь покажем-ка давайте посмотрим. Просто... Сколько я машин смотрел, у них это самое больное место у Одинницы. По кромке, да? Да, здесь замал, я менялся, откручиваю, соответственно, я видел, что там металл живой, что-то хорошо. Это вот последний из маги-кан. Ити... Это... Это не так. Спасибо. Это...